Предпраздничное утро. Для юноармейцев, кадетов и общественности города традиционно начинается с площади Победы. В канун 23 февраля к монументу воинам уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной, несут цветы. Глава республики Артём Сдунов, руководители госсобраний правительства, военнослужащие, вдовы героев России, духовенства и представители конфессий. Если раньше защитниками Отечества называли только тех, кто на передовой, то теперь это и те, кто внутри страны обеспечивает экономическую, социальную и продовольственную безопасность. Государственные награды этим людям вручили на официальном торжественном собрании. А завершился предпраздничный день на площади Тысячелетия. Здесь, на интерактивном концерте, слава защитникам Отечества, участниками которого стали почти 5000 человек, еще раз напомнили, почему так важен этот день в истории России. Большое спасибо от всего нашего народа. Тем, кто не трогнул, не отвел взгляд в сторону, когда беда пришла. Беда пришла на нашу землю, к нашим землякам. Кто протянул руку помощи вынужденным переселенцам. Те, кого благодарил руководитель региона, тоже были на площади и каждый по-своему обратились к собравшимся. Кто-то говорил о боевом братстве народов, кто-то о личных переживаниях и моральной поддержке, а кто-то о помощи, которую республика отправляет на передовую. Хочется сказать, что в каждом отделении бок о бок сражаются и чуваши, и татары, и морийцы. Я всех не буду причислять. Конечно же, мои, ваши земляки, сыны Мордовии. И все с гордостью называют себя россияне. А для врагов же мы просто русские все. Алена Маскалева, Александр Зюзяев. Наши новости.